доброе утро приехали на монтаж будем собирать сегодня теплицу митлайдер форма дом размер 4 ширина 9 длина пока приехали разгрузились приступаем к монтажу митлайдер дом собрали закрепили установили отливы значит из особенностей вот сверху сверху где вот этот форточка форточка она находится в рамке вот это форточки вот это рамки сейчас мы будем готовить рамка она двухметровая поэтому вот если сейчас присмотреться у нас на арках есть отверстия под рамку соответственно где отверстие нет то арка встает в середине в середине рамки рамка крепится по краям то есть здесь важно не ошибиться что начнешь собирать арки перепутаешь и потом придется либо сверлить либо переставлять арки то есть получается нет отверстий вот этой есть отверстие дальше опять нет отверстий есть отверстие а вот здесь серединке уже ставится метровая форточка соответственно метровая рамка она идет обе арки с отверстиями вот они сверху и снизу отверстия это вот особенности сборки каркаса именно сейчас у нас отлив сделан то есть мы сейчас будем крыть стены ставить переливы и параллельно будут готовиться у нас вот эти вот рамки продолжаем тему мид лайдера порядок последовательности смотрите у нас каркас стоит стены мы обшили их осталось прокрутить только стенах у нас есть стеновая хромуга в принципе и установка тоже ничем не отличается вот легенда вской прикручивается сначала правая там без разницы левая возле возле фрамуги все и дальше идет лист нахлёст нахлёст то есть где-то он бывает цельный то есть идет вот от самого верха идет 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 и то края форточки он цельный но при когда лист цельный это очень хорошо конечно флага иногда клиенты просят сделать это так чтобы у нас форточка открывалась чуть пошире когда цельный лист форточка открывается он настолько кому-то достаточно некоторые просят побольше вот пожалуйста он побольше но при этом приходится разрезать лист то есть по шарнирам режется лист шарниры сверху профиль сверху профиль снизу и стыкуется так чтобы практически не было щелки вниз все точно также заправляется вот эти листы одевается профиль все красиво все достаточно все это что касается стеновых форточек стены форточек отмечу еще раз с разрезом разрезом для большего открывания принципе не даже так наизонку выворачивать крючка не хватит да и смысла нет так далее про особенности сборки каркаса как я уже говорил каркас стоит обшиты стены это порядок не имеет значения то есть стена обе стены что правое что левое сейчас идет установка переливов в принципе это точно также как на легендах а из особенностей что покрытие крыши то есть сначала кроется низкая крыша но я ее так называю низкая крыша то есть мы сейчас устанавливаем перелив кроем низкую крышу и только уже после этого мы прикручиваем рамки каркас в рамки под верхней форточки после того как прикрутили рамки уже только тогда кроется верхняя крыша потому что там особый уголок он заходит на рамку то есть без рамки этот уголок не поставить 9 обшили крышу все будем прокручивать сейчас нужно установить верхние форточки обшить двери такая началась мелочевых мелочевая работа скажем так термоприводы надо будет поставить системы подвязки шоссе у нас монтаж теплицы напоминаю строили сегодня midlider дом 4 на 9 смотрим двери с форточками по обоим торцам каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 60 покраска полимерно-порошковым способом цвет шоколад верхние фрамуги у нас на термоприводах термоприводы начали срабатывать сегодня солнечно тепло также имеется 6 стеновых форточек и для лучшего проветривания диагональные усилители для большей жесткости конструкции система подвязки 4 нитки напротив будущих грядок закреплено все с помощью анкеров бетону по низу пущен отлив такой фигурный отлив 3 грамм поликарбона здесь 4 миллиметра 07 плотности торцы защищены торцевым профилем вот такая вот красивая очень вместительная объемная теплица у нас получилось у меня на этом все задавайте вопросы всем пока